Сегодня я расскажу о Сармонтехник. Сармонтехник была задачей тем, что когда вы обтачиваете один зуб, так вы поставите его в милинг чамбр, и в это время, пока она милуется, вы обтачиваетесь в другой зуб, но чтобы сохранить опять же интерпроксимал поверхность. Пациентка, когда пришла ко мне, у него, видите, что поломана дистальная поверхность первого маляра, так, это снижу с левой стороны, видите, что в втором маляре у нас также есть и появился вторичный корень с под коронкой, и эти две коронки нужно будет поменять. Как же нам сделать так, чтобы поверхность этого зуба была нормальной? Видите, это же самое, что у нас и появилась, что кость немножко ушла, то, что постоянно попадает пища туда. Поэтому для нас было сделано так, как нам нужно будет сэкономить время, чтобы обтачить зуб, так, и чтобы пациент долго не сидел в кресле, и можно было сделать красивую, скажем, реставрацию. Значит, в данном случае мы не сможем использовать первый маляр, как дистальную поверхность скопировать на BlueCam или RedCam. Поэтому мы начнем с первого маляра. Так, мы обточим зуб, мы просканируем и сделаем дизайн этого зуба, так, и используем же этот же каталог для того, чтобы мизиальную поверхность, так, сделать тоже такую же, как она находится, скажем, во рту. Поэтому, как вы видите здесь, вот, что первый маляр был обточен, так, мы его просканировали и поставили пока этот chamber. И мы, значит, теперь, пока она милуется, мы теперь обтачиваем второй маляр. Значит, итак, мы в это же время, скажем, мы будем экономить время. Как вы видите, скажем, из этого каталога, который у нас находится здесь, видите, что первый маляр уже был просканирован, мы делали свои шесть партийных чек, отправили его в Milling Unit. И теперь, скажем, этот каталог, который мы находимся здесь, видите, да, мы теперь перекинем его, так, на окклюзионную, на окклюзионный каталог. И вы увидите сейчас, как я это делаю, значит, в своем офисе. Видите, я передвигаю, значит, каталог, да, и двигаю, что двигаю по все, значит, каталоги. Так, теперь, скажем, второй маляр у меня оказался как копия. Я уже просканировал две коронки, так, в новом каталоге. Так, и теперь, скажем, второй маляр, который у нас в BioCopy, так, даст мне идеальную интерпроксимальную поверхность для того, чтобы я уже ее не делал поправку. Это называется Arma Technique. То есть вы тачите один зуб, отправляете его в Milling Unit. В это время, пока она точится, вы делаете вторую коронку. И так вы экономите время, совпадая его с Milling, который у вас находится в Chamber. Значит, вы посмотрите сейчас, что мы получим, значит, модель. И на этой модели мы будем постараться, что делать, значит, outline, который у нас будет. Посмотрите, что еще раз. Я посмотрел хороший, у меня стичинг находится в BioCopy и моей модели. Получилось очень хорошо. И теперь я стараюсь сделать, значит, outline the margins, который у меня находится на моем втором маляре. Теперь, когда я должен посмотреть, нигде я не упал от этой линии, я ее управляю. Значит, когда я теперь доволен, я делаю next step. И на next step, значит, у меня появится в BioCopy линия, которую я должен прокопировать. И очень самое главное, важно, чтобы поверхности, которые интерпроксимальные, у вас вышли очень хорошо. Посмотрите, как я буду делать adjustment этой линии для того, чтобы поверхность, опять же, интерпроксимальная, вышла у меня идеально без либо какой бы поправки в будущем. Видите, я иду прямо до поверхности десны. На самом деле, чтобы ваша копия, которую вы снимали, была очень хорошая, чтобы она дала именно точно, exactly форму, которая находится на интерпроксимальной. Видите, скажем, я теперь сделал. Мне не нужно остальное. Мне самое главное, чтобы было интерпроксимальная, у меня была нормальная. А остальное линия, где вы видите, что под линией, она будет BioGeneric. Так, выходить не к API. И теперь вы посмотрите, как будет идеально выглядеть конструкция, что стиплинг, который появится там, так мне не нужно будет делать adjustment. Значит, мы ждем, пока это software даст форму этого зуба. И теперь посмотрите, как я проверю свой... Значит, я кликаю на Occlusion. Так, и вы видите, что стиплинг, видите, появился очень хорошо, что копии сделала. Видите, полностью подтвердила мне ту поверхность, которая мне нужна. Так, не примеряя коронки вместе. То есть, настолько хорошо и диджитал, и очень хорошо сделана система, что дает хорошую поверхность. Вы видите, что две коронки были зацементированы в этот же день. Так, видите, что кровь ездит, так, значит, и после этого обчистки цемента. Это уже через две недели, вы видите, что диджитал начинает зарастать, так, а вокруг зуба. Так, и хорошее, скажем, заживление происходит. Надеюсь, что это видео помогло кому-то из врачей. Так, вы видите, то же самое здесь, как и цементировка была сделана на этих двух зубах. Приятного вам всем внимания. Спасибо. Спасибо.